Спасибо большое. Всем добрый вечер. И мы с вами возвращаемся к книге Ихискеля. Я, честно говоря, жду с нетерпением этого занятия всю неделю. Но то, что мы можем представить себе, то, что нам важно у Ихискеля, может быть, еще больше, чем у других пророков, пересекается, материальный мир пересекается с действительностью. Или переход от материального мира к духовному. Я хотел сказать, что духовный мир пересекается с материальной действительностью. Или переход от материального мира к духовному происходит без всяких предупреждений. И тебе иногда трудно понять, что относится к реалии, а что относится к духовному миру. То есть, как бы, если посмотреть глазами ангела или посмотреть глазами Всевышнего, который смотрит не только на действия человека, но и на его мысли, на его желания, на его состояние, вот как бы этот мир выглядел. И мы с вами с этим столкнулись. И когда говорили о том, что Всевышний взял Ихискеля за чуб, после того, как он сбрил все волосы, оказывается, этот чуб существует в духовном мире. И никакого предупреждения. Написано, взял за чуб и переносит в Иерушалаем. Мы видели, начали говорить о путешествии Ихискеля в Иерушалаеме. И мы понимаем, что он ходит в духовном Иерушалаеме, где остались следы преступления со времен царя Минаше. И это не случайно. Они остались в душах людей, они остались в головах людей. Они повлияли на людей до сих пор. Это не, эти преступления не изжиты, а значит, в той или иной степени к ним в очень короткое время могут вернуться. И мы видим с вами, мы видим и с вами подножие, на котором стоял идол у северных ворот. Есть ли это подножие? Нет. Ну хорошо, допустим, подножие есть. Но потом, когда Ихискель проходит через северные ворота, и он оборачивается назад, он видит самого идола, которого только что не было там. Я напоминаю, что этот идол, он соответствует тому видению, которое описано в первой главе. Минаше, естественно, много общался со своим дедом, с Ишаягу. И Ишаягу, естественно, когда Минаше был еще маленьким ребенком, пытался вернуть его, сделать так, чтобы он пошел по правильному пути. Потому что, несмотря на то, что было предсказание, что у Хискиягу родится сын, который будет злодеем, мы знаем, что такие предсказания, они никогда не бывают сто процентов. Это предупреждение, скорее, чем предсказание, предупреждение, что нужно приложить максимум усилий, чтобы ребенок пошел по правильному пути. Иногда они зависят от самого ребенка, от самого человека, зависят от обстоятельств, от окружающих. Естественно, Ишаягу, его дед прикладывал максимум усилий. И он очень хорошо знал и видения Ишаягу, которые похожи, подобны на видения Ихискера. И он решил изобразить это руками. Сделал такую статую, которая отображает Маосемер Габа, видение колесницы, и поставил ее у северных пород. Нет этой статуи, она уничтожена давно. Но Ихискер видит, она там стоит, потому что в духовном мире, в душах людей не родилось понимание, насколько ужасно преступление и голубоклонство, насколько ужасно нарушать запрет изображения Всевышнего в том или ином виде, изображения ангелов, которые отображают чему. То есть этого понимания нет. Дальше он проходит и видит, как мы помним с вами, дела людей, которые, в общем-то, не являются злодеями. Дела представлены как этого поклонства, как поклонения самым отвратительным идолам. Почему? Потому что, одна из причин, потому что эти люди отвечают за состояние всего народа. Мы знаем, что когда человек не остановил преступление другого, то он как будто сам совершил это преступление. Он несет ответственность за преступления, которые совершают другие. Если он мог их остановить, если он мог повлиять на них, если он мог хотя бы попытаться повлиять на них, он этого не сделал. И он как бы сам совершает эти преступления. И вот он видит правильных людей, которые ему показаны в духовном мире их отображения, как те, кто поклоняются самым отвратительным идолам. Вот это то, что хотелось бы подчеркнуть. Очень сильный также момент, если вернуться выше, как мы помним, когда Ихевский Эль изображает осаду города, и Всевышний ему велит есть ячменные лепешки, которые приготовлены на испражнениях человека, то есть они, которые используются как дрова, как топливо. И Всевышний говорит, что так сыновья Израиля будут есть пищу свою в изгнании. Это ведь тоже духовный образ, который мы смотрим на тех, кто находится в изгнании, они часто благополучны, довольны жизнью. Почему же они похожи на тех, кто едят пищу с отвратительным запахом? Потому что этот взгляд с точки зрения духовного мира. У них все благополучно, но их душа страдает в том смысле, что они не могут развиваться, не могут получать духовную пищу, которую получают все души в земле Израиля. Это как бы вот такие характерные для Ехискеля пересечения материального и духовного или мгновенный переход от материального к духовному и обратно без всякого предупреждения. Теперь мы с вами попытаемся открыть то место, на котором мы остановились. Одну секунду. Не ставим обратно. Не ставим обратно. Вы видите, что я вам тут приготовил и даже иллюстрации какие-то. Мы были здесь. Это седьмое предложение в восьмой главе. И привел меня ко входу во двор. И посмотрел я. И вот отверстие одно в стене. И сказал мне, сын человека, расширь отверстие в стене. И расширю я отверстие в стене. И вот вход какой-то. И сказал мне, войди и посмотри на межности злодейские, которые они творят здесь. И вошел я и увидел вот самые разные изображения пресмыкающихся и животных для отвратительных действий. И всех идов дома Израиля вырезаны вдоль всех стен по кругу. И семьдесят человек из старейшин дома Израиля. И Язниягу, сын Шафана. Этот человек выделен, потому что он известен как большой праведник. Он потомок того, кого царь Юшиягу послал к пророчице Хулда для того, чтобы выяснить значение неожиданного события, когда при ремонте храма была найдена Тора, написанная рукой Маше. И она была открыта на месте, на книге Дворим, где было написано «Уведу тебя и царя твоего в изгнание». И Язниягу, как праведный царь, хотел поднять и послал к пророчице Хулда, послал человека. И это Язниягу, сын Шафана, его потомок из праведной семьи. Он же спасал пророка Иеремиягу. И вот он выделен здесь, что он стоит в этой же группе людей, старейшин дома Израиля. Может быть, это даже и семьдесят человек. Это должен быть сангидрин. Мы с вами опять же понимаем, что они не совершают эти все отвратительные действия, но вина возлагается на них. И даже на него, на Язниягу, сын Шафана, который человек праведный. То есть есть такое правило, что когда у нас есть что-то общее, а из этого общего выделяется какая-то частность, частность выделяется для того, чтобы, так сказать, научить, охарактеризовать все общие. Вот семьдесят человек у нас здесь общие, а Язниягу, сын Шафана выделен, и он праведный человек. Значит, и все семьдесят этих человек, они сами по себе праведные. Но что они не смогли предотвратить все преступления? В домах людей остались изображения еще со времен царя Минаше, и на них возлагается ответственность, так как будто они сами воскуряют, приносят воскурение всем этим идолам. И сказал мне, видел ли ты, сын человека, что старейшины дома Израиля делают в темноте, каждый в комнате с полом каменным, ибо говорят, не видит нас Бог, оставил Бог землю эту. Безусловно, что они не произносят эту фразу и не говорят друг с другом, но ведут они себя так, как будто Бог оставил землю. Они не пытаются искоренить грех, они не обращаются ко Всевышнему с молитвой, они так же, как и цари, большинство народа надеются на победу на водных угли царам, а не за то, чтобы было поднято восстание против него. И они совершенно не соотносятся с пророком Иеремиягу, хотя они знают о его пророчествах, невозможно не знать о его пророчествах, он пророчествует уже 40 лет. И не видит нас Бог, оставил Бог землю, это они так себя ведут, это их действие, эквивалентно этой фразе. И кроме всего, что мы сказали, есть попытка заключить союз с Египтом, который пророк Екескель называет тростью надломленной, на которую ты обопрешься, и она сломается, и поранит тебе плечо, и руку, и плечо. Египет как надломленная трость, и всем это известно. И тем не менее, хватаются за Соломину и строят планы с Египтом, борьбы с Новогубинцаром, и Сангибрин всему этому не препятствует, если даже не содействует. Понятно, что Сангибрин, это мудрые люди, люди Торы, они в любом случае являются советниками царя, особенно учитывая, что Циткияву сам по себе царь праведный. И на них возлагается эта ответственность за то, что они не препятствуют преступлениям, и не слушают пророка Ермиягу, и не препятствуют тому, что были заключены, заключен союз с Египтом. Союз с Египтом требовал большого подготовления. Циткияву укрепил города на юге, чтобы не дать Новогубинцару пройти сразу в Египет. Это был его договор с Египтом, как бы помощь своему союзнику. Ничего из этого не получилось. Как мы знаем, Египет действительно вышел навстречу Новогубинцару, но при первом сражении, которое оказалось более тяжелым, чем фараон ожидал, Египет отступил. И оставил Иуду одну против Новогубинцара. И сказал мне, «Посмотри еще раз, и увидишь мерзости велики, которые они делают». И привел меня к выходу из проема ворот дома Бога, которые обращены на север. Вот там женщины сидят, облакивают тамуза. Сначала нам показали главцы в дитрину, теперь нам показывают женщин. Это как бы в каком-то смысле два полюса общества или две точки, которые влияют на общество. С одной стороны, сенгидрин влияет на общество. С другой стороны, или должен влиять на общество. С другой стороны, семья влияет на общество, воспитывая детей, воспитывая каждого и каждого человека. И мы знаем, что мы можем себе представить, что влияние женщин и детей очень сильное. Мы знаем это из истории, мы видим это по царям Иуды, по таким правильным царям, как Иошафа, царь Иуды, который взял в жены своему сыну дочь Ахава Аталью. И дело кончилось тем, что сын вырос просто настоящим идолопоклонником. Это жена. А ребенок, естественно, его сын Ахазаяу тоже был идолопоклонником. То есть влияние женщины очень и очень сильное. И не случайно, когда царь праведный, по крайней мере, в нескольких случаях, указывается, кто была его мать. То есть, с одной стороны, Сангетерин признан влиять на общество, с другой стороны, семья и, прежде всего, женщины призваны влиять на общество, воспитывая детей. И когда в домах укореняется идолопоклонство, то мы понимаем, что оно укореняется и в сердцах детей. И Шаягу упрекает народ Израиля, говоря, ки юлатим зорим юлату. А все рождали детей чужих. Рождали детей чужих. И не то, чтобы рождают чужих детей, а воспитывали их так, что они похожи по своему мировосприятию, по своему отношению к жизни, похожи на народы мира. Это упрекли Шаягу ко всему обществу Израиля. И поэтому здесь, если Всевышний хочет показать все общество, он показывает Сангетерин, и он показывает женщин, которые оплакивают Томуз. Томуз – это божество, корни которого коренятся в Шумере. Он, очевидно, пришел из Ашура и укоренился в среде сыновей Израиля в период правления Минаше. И оплакивают Томуза, потому что это служение этому божеству. Это так же, как египетский Азирис, который олицетворяет циклы природы. Он умирает, потом его тело разрезают, разбрасывают, потом тело собирают, он воскресает и так далее. То есть, его воскрешение приходится на праздник урожая. То есть, божество, которое олицетворяет, так сказать, сельскохозяйственный цикл. То же самое Томуз. И женщины оплакивают Томуза, когда Томуз умирает. А потом он воскресает в месяце Томуз, он воскресает ближе к сбору урожая. И когда появляются всходы, его воскрешению радуются. Сначала оплакивают, потом радуются. И неважно, что они оплакивают, или они радуются его воскрешению. Мы понимаем, что в семье укоренились представления идолопоклонников. И есть и семьи, в которых параллельно существует и представление об идолах, и соблюдается Тора, и дети вырастают в этом таком конгломерате понятий. И сказал мне, видел ли ты, сын человека? И мы понимаем, чем это страшно. Потому что ребенок вырастает, у него психология. Психология идолопоклонника, представление о мире идолопоклонника. И сказал он, видел ли ты, сын человека, посмотри, еще увидишь межности больше, чем эти. И привел меня во внутренний двор Бога, дома Бога. И вот вход в храм Бога. И между входным залом и жертвенником около 25 человек стоят, повернувшись спиной к храму Бога. И лица их обращены на восток. И они согнулись в поклоне, повернувшись на восток к солнцу. Почему около 25 человек, мы с этим можно будет разобраться попозже, когда мы с вами посмотрим дальше следующие главы. Пока примем эти 25 человек, как они есть, они стоят, повернувшись между входным залом и жертвенником. Туда, куда не разрешено заходить сыновьям Израиля, туда, куда заходят только священники-кагены, там, где они распростираются перед храмом. И там, где они ходят, когда они приносят жертвы, когда они приносят жертвы, туда запрещается заходить сыновьям Израиля. Вот в этом месте с битом, там стоят 25 человек. Они повернулись спиной к храму, и лица их обращены на восток. И они согнулись в поклоне, повернувшись на восток к солнцу. Мы представляем себе, что все храмы, все культы, они были связаны с поклонением силы природы. И поэтому, естественно, для идолопоклонников поклоняться восходящему солнцу, когда оно набирает силы, когда оно появляется после ночи. В трактате Брахот говорится, что почему читают шма в момент восхода солнца, в момент появления солнца, шма как бы в принципе, галаха, она не такая, галаха позволяет читать шма в течение первых трех часов дня. Но как бы самое хорошее, самое правильное время читать шма, когда появляется, когда появляется солнце, или даже за мгновение до того, как оно появилось в трактате Брахот, говорится, почему. Потому что в этот момент все цари во всем мире кланяются силе, можно сказать, силе природы, представляя, что за ней скрывается сверхъестественная сила. Понятно, что солнце, оно как бы всегда было божеством, вот его поклонялись, в Египте оно было божеством Ра. Не значит, что это дурное, просто божество Ра. И ему поклонялись там, и оно как бы проплывало на ладье по Нилу, оно отвечало за порядок, что самое главное как бы в мире, это порядок. И поклонение солнцу мы найдем в любом-любом пантеоне идолупоклонников. Место солнца мы найдем в любом пантеоне идолупоклонников, и чаще всего на самом высоком месте. И понятно, что все храмы были всегда обращены на восток, в то время как храм в Иерушалайме, как мы себе представляем, есть, скажем, есть восточные ворота, через них входят, входят во внутренний дом, во внутренний двор храма, и когда входят через восточные ворота, перед глазами здания храма, и человек лицом повернут, развернут на запад, спиною к солнцу. Мещина, как говорят, на западе. И в плане храма мы представляем себе, что святая святых на западе от входящего во двор храма через восточные ворота, если он стоит лицом к входной двери, к входным воротам храма, то он смотрит на восток, и самое… то он смотрит на запад, и за его спиной восток, и самая святая часть храма на западе. Вот это не случайно, скажем, да, это противовес любому идолопоклонству, если для идолопоклонников проявление божественной силы наиболее сильное, это тогда, когда природа набирает силу, когда всходит солнце, и оно как бы дает силу, и дает силу всему существующему природе, то для нас щена проявляется как раз тогда, когда сила природы ослабевает. Не то, чтобы она исчезает, но она не проявляется в полной своей мощи. В трактате Макот говорится, что звук солнца заглушает голос Всевышнего. Звук здесь имеется в виду необязательно, конечно, солнце не едет в колеснице по небу, никто не имеет в виду грохот колесницы солнца, ни в коем случае, да, а как бы звук солнца, то есть солнце поднимается, и весь мир начинает будеть, шуметь, все происходит, что-то в мире, суета и так далее, да, это вся суета, которая начинается с новым днем, суета в животном мире, и тем более суета в человеческом мире, да, она заглушает божественное присутствие, божественное присутствие из-за нее, из-за этой суеты меньше видно, да, то есть, и можно рассуждать с каббалистической точки зрения, я это совершенно не люблю, там, скажем, штина на Западе, соединение, когда солнце опускается, соединяется, да, вот, и мне кажется, что это мало что объясняет, гораздо лучше посмотреть на вещи по-простому, с точки зрения того, что мы видим, с точки зрения того, что есть у народов мира, и с того, что, и то, что, скажем, в противовес народам мира дал нам Всевышний, да, и не только в противовес, мы видим, что в этом есть смысл, что для народов мира материальная сила, которая створяет солнце, она наиболее существенна для нас, как раз, когда материальный мир хотя бы в какой-то степени отступает на задний план, тогда проявляется духовный, тогда проявляется соединение духовного и материального мира, которое происходит через храм, да, и если мы себе это представляем, мы представляем, насколько важно, вот, как понятие Восток и Запад, да, и насколько важно, что святая святых находится в западной части храма, да, ну, и дальше можем говорить о западной стене, от которой Шкина никогда не ушла и так далее, я думаю, что это все более-менее знают и можем на этом не останавливаться, вот, а то, что нам важно здесь, что сыновья Израиля, Кагены, люди, опять же, люди, опять же, праведные, представлены ужасным образом, они представлены так, что они поворачивают спиной к храму, кланяются солнцем, свое, как бы, скажем, известное место они поднимают вверх и оно, как бы, обращено в сторону храма, да, они еще испускают неприятный запах, да, то есть, не очень удобно говорить об этом, но это та картина, которая здесь вырисовывается, и почему, да, почему, мы понимаем, почему, мы понимаем, почему, что Кагены, да, те, кто служат в храме, они должны смотреть на мир с точки зрения духовной, они должны надеяться на Всевышнего, да, зачем же они служат в храме, да, жертвы сами по себе не имеют большого значения, если они не соединяются, если с ними не соединяется молитва, если с ними не соединяется уверенность во Всевышнего, уверенность в том, что служение в храме, защитить сыновей, защитить сыновей Израиля, да, это, это должно быть миропредставление Кагенов, да, может быть, может быть, царь, и другие, у них может быть несколько иное миропредставление, как бы, но это миропредставление Кагенов, они соединяются со всем народом, они, с ними связана молитва, с ними связана надежда на Всевышнего, их молитва принимается, прежде всего, служение в храме и так далее, и вдруг мы видим, что они отошли от этого, для них духовный мир на заднем плане, к Всевышнему они повернулись спиной к храму, который, как мы понимаем, место пребывания, место пребывания, и уж пророк Ишайяву его точно охарактеризовал, святая святых на западной части храма, как место пребывания шхины, они повернулись сюда спиной, а лицом они повернулись к солнцу, да, к солнцу, и в отношении, по отношению ко Всевышнему, да, они делают вещи малоприличные, малоприятные, да, и сказал мне, видел ли ты, сын человека, разве не легче было бы Дому Иуды не делать здесь мерзости, которые они делают, разве не лучше бы было им вести себя по-другому, разве не лучше надеяться на Всевышнего, чем представлять себе, что самые разные действия, они помогут. Конечно, мы понимаем, что как бы есть всегда атрибуки, есть молитва, есть подготовка к войне, и есть как бы дипломатические отношения, подарок врагу там и так далее, чтобы он ушел, все эти три пути, они присутствуют, не только молитва, не только надежда на Всевышнего, но есть разные ситуации, да, здесь пророк 40 лет говорит о том, что не нужно, не нужно восставать против Новогодней цары, это восстание ни к чему не приведет, и тем не менее, да, есть такой взгляд на вещи, что лучше что-то сделать руками, да, не то, что взгляд на вещи, вот такое мировосприятие, что лучше что-то сделать руками, да, проявить свое мужество, героизм, на свою силу, да, чем, чем посмотреть на духовный мир, чем исправить недостатки, которые есть в народе, и подчиниться пророку, его слову вести себя так, как он сказал. Имияуни не требует сдаться на выходный цар, по крайней мере, до очень позднего момента. Он говорит, что без изменений в стране, без привнесения в страну суда, без настоящего раскаяния, возвращения, служения Всевышнему по любви, ничего невозможно сделать. Сделайте это, может быть, сможете стоять против Новогодней цары, но этот вопрос даже не стоит. Сначала сделайте это, потом в конце он начинает говорить, что ничего нельзя сделать, надо покориться Новогодней цару. Но до самого последнего момента, до осады Новогодней цара, Иеремиягу еще предлагает конкретные ходы, которые нужно сделать, когда ее и можно сделать, и сыновья Израиля не могут выставить в этом. Ведь наполнены мне всю землю беззакониями, продолжают гневить меня, и вот поднимают они бесстыдство на ноздрей моих, то есть испускают неприятный запах. И так же я сделаю в гневе моем, не пожалеют глаз мой, не пощажу и вызовут ко мне громким голосом, но не услышу их в последний момент, буду вызывать громким голосом, но уже будет поздно. Такое раскаяние, которое в последний момент из-за страха, из-за настоящего страха, оно не нужно Всевышнему, не устраивает Всевышнему, и он его не принимает. Может быть, может принять, но в данном случае он говорит, что в какой-то момент, когда начнутся все наказания, я их слышать не буду. И дальше мы с вами переходим к 9 главе. Вот он провел Ихискеля по Иерушалайму, показал, что там делается с духовной точки зрения. Мы понимаем, что у человека есть материальный образ, есть духовный образ, и здесь раскрывается духовный образ. с людей весьма и весьма неприглядный. Людей праведных раскрывается как очень неприглядный образ духовный. А вот теперь 9 глава, она очень-очень сильная. Это картина разрушения Иерушалайма. Она очень перекликается с тем, что это о том, о чем мы с вами говорили. Мы сейчас это с вами увидим. Мы говорили о том, что речь идет о праведных людях, которые не предпринимают ничего для того, чтобы изжить или попытаться исправить грехи и недостатки всего общества, как бы сами проникнуты и пронизаны неверным миропредставлением. И мы увидим, что в этой главе во время разрушения Иерушалайма эта нота, то, что человек праведный, но он ничего не сделал, эта нота снова звучит очень-очень сильно. Но это как бы в качестве такого введения. Мы можем представить себе уже сейчас, что 9 глава, она говорит о разрушении Иерушалайма. Иерушалайм стоит на месте, там происходят все те же самые дела, и подготовка к войне, и рынок, и политика, и все то же самое происходит. Но в ведении Хискеля Иерушалайм разрушается до основания. И мы посмотрим с вами, как это происходит. Вот это глава 9. Иерушалайм. 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 Можно, если немножко напрячь свое воображение, представить эту картину, как шесть ангелов, шесть человек подходят к жертвеннику, у них в руках орудие разрушения, там можно представить себе их вид. И один из них, один из них, он в белых одеждах, и у него на поясе черниница. Что это за шесть, что это за шесть человек? Прежде всего, почему? Понятно, что это ангелы в ведении, которые посланы разрушить Иерушалаем. И теперь, почему их шесть? В перечисление временеву как бы лагерей военачальников главных на выходных царах, там тоже перечисляются шесть военачальников. То есть есть основные шесть лагерей на выходных царах. которые приходят разрушить город. Но это только одна сторона дела. То есть мы понимаем, что то, что происходит в духовном мире, вот в таком плане, что ангелы посылаются, это находит свое отражение в материальном мире. То есть то, что сейчас делают ангелы, это запускается некоторый механизм, цепочка, которая сработает в материальном мире и построится такая же картина, которая наверху построится внизу. Есть и шесть, есть и ангелы шесть, то будет и шесть лагерей на выходных царах. Но я бы сказал, что это здесь не самое главное. Самое главное то, что мы представляем себе, что Иерушалаим – это центр мира. Иерушалаим должен связывать верх и низ. Иерушалаим должен распространять все благословения на все стороны света. И этого ничего не было достигнуто. Сыновьями Израиля они превратили Иерушалаим в центральную точку мира. Он, естественно, является центральной точкой мира. Как бы по своей природе. Говорят, что храм на том месте, которое было сотворено первым. А это место, оно то, что было сотворено первым, оно как бы находится на грани духовного материального мира. И поэтому оно связано со всем, что есть в мире. И связывает все, все материальное связывает с духовным миром. И весь мир приносит благословения. Но это при одном условии, что сыновья Израиля достигают высокого духовного уровня. Они служат в храме, они приносят жертвы. В их среде распространяется Тора. Звучит их молитва, которая достигает небес. Тогда да, если это не происходит, то все остается, что все остается в таком потенциале, что храм может быть такой точкой, которая распространяет благословение на весь мир. Он может связать весь мир, материальный и духовный. Может, но это не делает. И как мы хорошо с вами представляем, люди, можно сказать, к великому сожалению, несут ответственность не только за то, что они сделали, но и за то, что они не сделали. Нам было показано, чем занимаются сыновья Израиля, или точнее, на каком духовном уровне они находятся. А теперь показана их ответственность за то, что они не сделали, они не превратили Ярушалаем в центральную точку Вселенной и Мироздания, которая соединяет верх и низ и все четыре стороны света. И поэтому этих ангелов шесть, как четыре стороны света и соединения вверх и низа, и они приходят со всех сторон разрушить Ярушалаем. Каждый как бы со своим орудием, каждый помнит о вене сыновей Израиля, о той вене сыновей Израиля, за которую он пришел разрушить Ярушалаем. Это то, что здесь представляется. И вот шесть, и в руках у них орудия истребления, в руке своей. А что за орудия не сказано? Топоры, мечи, как бы это не важно. Возможно, это те орудия, которыми разрушают стены, разрушают город. И вот шесть человек подходят со стороны верхних ворот, которые обращены на север, и у каждой в руке его орудие разрушения его. Мы с вами помним, или хотя бы можем вспомнить видение Еремиягу, первое его видение, или второе его видение, можно сказать, в первой главе, где говорится, «Митсафонти Патахараа». С севера начнется дурное, с севера начнется зло. С физической точки зрения можно представить себе, что Ирушалаем с северной стороны славеи всего защищен. С востока – долина Кедрон, с низкой запада – долина Бенгеном. На юге эти две долины – Кедрон и Бенгеном – сходятся вместе. И тоже довольно такое низкое место, над которым возвышается такой каменный, есть такой скалистый треугольник, который называется Катеф-Явуси, плечо Явусеев. И это там расположена укрепленная часть Ирушалаемы. Она очень хорошо защищена. На севере, там, где гора Амурия, там подход к Ирушалаему гораздо легче, гораздо свободнее, чем с других сторон. Но это с физической точки зрения большинство комментаторов подчеркивают в введении Римьягу «Мицафон, Типатахра, Ад с севера начнется дурное», подчеркивают, что север – это цафон, цафун – скрытая. И оттуда, и со стороны скрытого, со стороны скрытого приходит сила разрушения. Почему со стороны скрытого? Можно сказать, что это скрытая сила Сибирь, непонятная, как и любое разрушение, любое наказание, оно остается не до конца понятным. Но гораздо правильнее было бы сказать, на мой взгляд, что это опять же как мера за меру. Что те преступления, которые остались скрытыми, то есть в том смысле, что люди их не обнаружили, не захотели обнаружить и выявить, а без обнаружения преступления, без его выявления, без его определения, невозможно раскаиваться. Ты же должен понимать, в чем ты раскаиваешься. И вот большая часть преступления осталась скрытой, просто не затронутой, не затронутой сознанием, не затронутой осознанием, попыткой осознания. Оттуда из скрытого приходит основная сила разрушения. Мне кажется, что это было бы правильнее всего, то есть точнее всего бы было сказать. Теперь пришли они и встали у жертвенника вебного. Жертвенник немедный, как мы представляем себе во дворе храма, он сложен из камней. Жертвенник было велено, обязанность была выложить из камней необтесанных, которых не касалось вообще железа. С точки зрения галахи камней, из которых строилось здание храма, дворы храма, они могли быть обтесаны, но только не на территории храма. Они должны были быть заранее приготовлены и привезены, и уложены уже на месте без исправления каменными инструментами, без подгонки каменными инструментами. А жертвенник нет, ему вообще не должно было касаться железа. и камни выбирали откуда-то из реки, из Ярдена, там, где они обточены, где их можно как-то подобрать друг к другу, уложить, так, чтобы они подходили к друг другу. Так складывался жертвенник, и жертвенник, он каменный. Почему он назван здесь медным жертвенником? Это такой термин определения, как бы, да, можно сказать, технический термин. В мешкане, в переносном храме мешкане, жертвенник, который стоял во дворе храма, да, не внутри, а во дворе храма, он назывался медным, потому что он был сделан из досок, обшитых медью, был сделан так, как бы между досками оставалось пространство, чтобы туда можно было засыпать землю, чтобы он был устойчивым. Это переносном храме в пустыне, и поэтому он еще называется земляной жертвенник иногда, но чаще он называется медный жертвенник. Здесь жертвенник, выложенный по всем правилам по закону еще в период царя Шламо, он назван медным, потому что его так называли, как бы в память или по ассоциации с тем жертвенником, который стоял во дворе мешкана. И вот они становятся у жертвенника, у жертвенника, и мы с вами понимаем, почему они становятся у жертвенника, потому что жертвы, приносимые как бы, если так можно сказать, в таком состоянии, которое было описано выше, они являются не искуплением, они являются обвинением. Жертвы, приносимые без раскаяния, жертвы, приносимые без исправления, они в конечном итоге становятся, превращаются из искупления в обвинение, как у пророка Ишаяу сказано в первой главе «Кто просил вас приходить топтать воры мои?» Когда вы... Зачем вы приносите хромое и слепое? Тот, кто приносит быка, приносит некошерное животное, говорит Ишаяу. Ну как же некошерное? Все кошерное, все делается правильно, никакого хромого и слепого, того, что нельзя приносить, на жертвенник не приносится. Да, но пророк опять смотрит с точки зрения духовного мира, те жертвы в том состоянии, которые вы приносите жертвы, они не принимаются, они как бы становятся только осквернением жертвенника, как будто на него приносится хромое и слепое, приносится вместо быка, приносятся некошерные животные. Намерения ваши определяют то, как ваши действия отражаются в духовном мире. И они встали у жертвенника. Вы думаете, что служение в храме вам поможет? Вы думаете, что служение в храме – это самое главное? Вот здесь обвинители собираются у жертвенника. И вот что же это за человек, который в них одеждах, чернильницы на поясе? Это ангел Гавриэль, и у него особая задача. Как бы по большинству комментаторов он не из шести, он седьмой. Он седьмой, потому что у него задача особая – не разрушение, а посмотрим, зачем он пришел. И слава Богу, Израиле поднялась с ангела Керуха, на котором пребывала она, и переместилась к порогу дома. И Хискель увидит, когда приходят эти разрушители, когда они становятся у жертвенника. Прежде чем разрушается Гушалаин, даже в духовном мире, даже в Витении, прежде его разрушения уходит Чхена, божественное присутствие, уходит и святая святых. Она находилась на, Чхена, божественное присутствие, находилась на ангеле Керубе. И тут нужно представлять себе, что за 50 лет до разрушения храма царь Юшияву спрятал ковчег завета, вынес его, ожидая разрушения храма, как ему было предсказываться в пророчестве Хулда. Мы упоминали этот эпизод, что когда была названа книга «Дворим открытая на месте, уйдут тебя и царят твоего в изгнание». Хулда сказала ему, что будет изгнание, будет разрушен храм. Опять же, Юшияву старался предотвратить это, избежать. Но понимая, что это может случиться, он спрятал ковчег, вынес его из храма за 50 лет до разрушения первого храма. И речь идет не о Керубе, не об ангеле, который стоит на крыше ковчега, а о тех больших ангелах, которые установил царь Шламо. Царь Шламо, святая святых, установил два больших ангела, которые распростирали свои крылья от стены дома до стены дома, от южной стены дома до северной стены дома. И под этими крыльями, как под навесом, стоял ковчег Завета. Изготовить этих ангелов было очень трудно. Это было особое мастерство, из особого дерева. И это имело, безусловно, свое значение. Царь Шламо действовал по пророческому повелению, он был пророком, и он сделал то, что ему было велено, то, что ему было дано. И, безусловно, у этих ангелов есть свое значение. Но то, что нам важно сейчас, что после того, как ковчег был спрятан, божественное присутствие пребывало на этих ангелов, здесь подчеркивается, что оно пребывало на одном ангеле, на котором пребывала она, и переместилась к порогу дома. Но Медраж говорит о том, что сначала с правого ангела она переместилась на левый, а потом переместилась к порогу дома. Мы понимаем, к порогу дома Шкина уходит. И обратился он к человеку, одетому в одежде льняные. Всевышний обращается к человеку, одетому в одежде льняные. Шкина готова оставить храм совсем, он отстает на пороге. В это время звучит голос Всевышнего, обращается он. Это все, Ихискель видит видение. И, безусловно, Всевышний обращается к человеку, одетому в одежде льняные, у которого на поясе чернинется песок. И сказал Бог ему, пройди через город, через Рушалаим, и поставь знак на лбу людей, которые вздыхают и стонут изо всех мерзостей, которые делаются в нем. Здесь еще одна группа людей, которая не была показана, не была показана Ихискеэлю. И она, в общем-то, группа людей, которая достойна спасения. Они вздыхают и стонут изо всех мерзостей, которые делаются в городе. Вздыхают и стонут, сидя по домам, и не предпринимают ничего. Но они, по крайней мере, не участвуют в этих общих делах. Никоим образом не присоединяются ни к политическим играм. И они понимают все это пагубное состояние, в котором находятся народы, в котором находится, так сказать, правительство, царь. Они все это понимают и вздыхают, но ничего не делают. Они достойны спасения, и их нужно отметить. Мы понимаем, что сейчас пойдут истребители, ангелы с оружием истреблением пойдут по городу, и тогда уже никому не будет спасения. Можно только отметить тех, кто достоин спасения. А этим сказал так, чтобы слышал я, пройдите по городу за ним и поразите, пусть не пожалеет глаз ваш, и не щадите. То есть после того, как пройдет Гавриэль из Черниницы и поставит знак, вы пройдите по городу знак Тавита Тав на иврите. То есть мы представляем себе, что этот знак, он должен быть буквой Тав, как бы, ну, как бы, само все подсказывает Тав. Это Тавит, как мы представляем, это какой-либо значок, отметка, которая указывает там на должность человека, табличка, там у полицейского есть Тав, Таг, Тав. Это то, что есть у него. Но здесь сами слова Тавита Тав воспринимаются, как ты нарисуем на лбу букву Тав. И теперь, неожиданный момент, мы с вами открываем картину Врубеля. Мы видим Гавриэля, который идет, мы видим Гавриэля, который идет занесенным мечом, однако он не поражает, не поражает никого. Ну, здесь трудно сказать, да, скажем, почему он решил его изобразить с мечом, а не с чернильницей, да. Но в любом случае у него, как бы, у самого на его шлеме, на его головном уголе стоит буква Тав, так, как ее писали в первом храме. Вот, мы можем представить себе, что, скажем так, вы можете, естественно, посмотреть внимательно эту картину. Ну, здесь действительно, как бы, ангел, который и прозрачный, и охватывает весь мир, и в нем самом происходят какие-то события. Есть люди, которые прочерчены, как бы, белым, почти белым по белым прочерчены. Люди, погибающие, охваченные горем. Но вот есть у него друг, с которым он идет вместе. Это друг, который достоин быть отмечен таким же, такой же буквой Тав, как и он. Вот, мы не будем, как бы, искать с вами соответствие тому, что нарисован на Медрашу, и так далее, и так далее. Но само по себе интересно, что он правильно изобразил этот знак, букву Тав, так, как ее писали в первом храме. Еще немножко, еще пару минут. Старика, юноши, девушку, младенца и женщин убивайте, пока не истребите всех. А ко всем тем, у кого знак на лбу, не приближайтесь. И со святыней моей начните. И здесь все комментаторы говорят, что со святыней моей начните. То есть, Всевышний говорит, не приближайтесь тем, кто несет орудие и стремление. И со святыней моей начнитесь. Он дает им намек, что нужно начать именно с тех, кто отмечен буквой Тав. То есть, здесь два парадоксальные, два противоречивые приказания. Одно – отметить буквой Тав, чтобы спасти. А другое, значит, это буквой Тав оказывается не спасением, оно оказывается началом истребления. В начале истребления понятно, что первый удар получают те, кто больше всего виноват. Сейчас мы пытаемся это все как бы разобрать с вами. Сейчас просто, может быть, общий какие-то момент. Дальше мы в настоящем занятии стараемся разобрать. И начали они со старейшин, которые перед домом. Прежде всего, были поражены старейшины, которые перед домом, которые были показаны только что. Ихискейли сказал им, оскверните дом от этой, наполните дворы этим убитыми, выходите. И вышли они и разили жителей города. И было, когда они поражали их, остался я один. Да, остался я. Только я один остался, говорит Ихискейль. Никаких этих людей, которые отмечены буквой Тав, нету. Остался я один. И упал на лицо свое и закричал. И сказал, о Бог всесильный, неужели уничтожишь ты весь остаток Израиля, излив гнев свой на Иерушалай. То, что показал ему Всевышний, что с точки зрения людей, может быть, даже с точки зрения ангелов, есть люди, которые достойны спасения. С точки зрения Всевышнего никто не достоин спасения. Ни одного человека не останется. И Ихискейль кричит. Мало того, что он представлял себе изгнание, разрушение Иерушалайма. У него все нутро от этого переворачивалось. В Духовном мире у него чуг вырос, как протест против этого. Так теперь он видит еще, что ни одного человека не осталось. И он кричит Всевышнему. Этот крик его, как молитва. И сказал мне, грех дома Израиля и Иуды велик очень, и наполнил земля это кровью, а город наполнен несправедливостью. И сказали они, оставил Бог землю эту и не видит Бога. Для того, чтобы не комкать здесь это пророчество, мы с вами вернемся к нему в следующий раз. Мы можем только посмотреть с вами конец девятой главы этой картины. И вот тот человек, одетый в льняные одежды, у которого чернильница на поясе его, извещает, говоря, «Сделал я, как ты повелел мне». И Мобиль здесь пишет, что непонятно, почему ангел не приходит с докладом ко Всевышнему. Ангел поет песню Всевышнему. Он говорит на «севенишма» – это свойство ангелов. Сделаем его услышим. Ангел совершает действие. В процессе того, как он совершает действие, он понимает мудрость Всевышнего и всю силу, которая заложена в этом действии, то исправление, которое несет это действие. Он говорит, когда он делает ангел, он совершает, он понимает, он поет песню Всевышнему. Какой доклад? Зачем доклад? Что Всевышний не видит, что он его посланника исполнил, исполнил то, что он ему поручил. Мальбин говорит так. В видении Ихисхеля Гавриэль пришел снять с себя ответственность. Он пометил людей, буквы и так, и от тех людей, которых он пометил, не осталось ничего. И он пришел ко Всевышнему сказать «я свое сделал». Я не знаю, что там произошло, но ты мне велел отметить их, чтобы они были спасены. Я отметил. А что там произошло в городе, я не знаю. Сделал я, как ты повелел мне. Мы сейчас здесь с вами остановимся. Давайте можем с вами разобрать. Учитывая то, что какие-то моменты мы здесь пропустили, не договорили, постараемся в следующий раз это сделать. Если есть что-то спросить, то, пожалуйста, я готов пытаться ответить. Давайте я остановлю Шер, чтобы видеть всех вас. Если что-то, то, пожалуйста. Рабзеев, добрый вечер. Если можно еще раз уточнить сам символ чернильницы, какой он смысл имел тогда, в те времена? Какой смысл он имел, какой смысл чернильницы имела тогда? Во-первых, если соотноситься с действительностью, с реалией, то песцы ходили часто с чернильницей, когда они шли с одного места на другое место из дома, чтобы писать. Если у них были дома, то они несли чернильницу на поясе. Мы это с вами видим в Торе, когда Элиазар Афуэллу отвечает за чернила при переноске храма, он отвечает за чернила, и чернила он несет на поясе. Чернильницу он несет на поясе. Это как бы реалия, то, что можно представить. Мне тут трудно сказать, скажем, в чем-то какой-то особый смысл, что чернильница, духовный особый смысл, уже чернильница на поясе, просто представляется, что когда Эхискель видит его, он видит Софера, песца, который приходит что-то сделать, что-то написать в городе. И он как бы соответствует, соотносится с теми реалиями, которые существуют в тот момент в мире, у песов на ангеле, у песов на поясе чернильницы и у ангела на поясе чернильницы. Это то, что я могу представить, как бы здесь веселее. То есть это не автоматически не являлось, что это символ суда, да? Нет, это не символ суда. Гавриэль, в принципе, он ангел силы, ангел, который действует со стороны суда, но часто бывает так, что, скажем, да, для Всевышнего, если есть праведник, то праведник переворачивает меру суда в меру милости, и поэтому мера суда Гавриэль в данном случае, он может действовать со стороны милости, как бы он действует в отношении праведников больших. Другое дело, что и их заслуг не хватает. Мы поговорим, почему не хватает их заслуг. Мы понимаем, что не хватает заслуг. С точки зрения ангела все в порядке. Можно кого-то спасти. А с точки зрения Всевышнего при более глубоком взгляде на вещи нет. Но в любом случае здесь, как вы правильно отметили, мера суда переворачивается в меру милости, она действует как мера милости. Это правильно. Квадар, если можно вопрос. Спасибо. По поводу буквы ТАФ, замечательные буквы, я слышала, что существует такое мнение, что буква ТАФ могут видеть некоторые определенные люди с высоты духовной, определенной на лбу человека, которому суждено через 30 дней покинуть наш мир. И в том числе буква ТАФ соотносится с месяцем Томус. Вот как бы вы могли прокомментировать то, что мы сегодня изучили с вами вместе с вот этими моментами? Они отсюда, и именно это место, откуда учат подобные вещи? И мне трудно сказать, прежде всего я хочу сказать и предупредить, что есть и есть люди, которые могут видеть духовные структуры, особенно такие высокие вещи, которые никому не открыты, когда человек уйдет из этого мира, это фактически не открыто никому, но есть и есть такие люди, их буквально единицы в мире. Все остальное, часто люди, которые, скажем, я не боюсь сказать этого слова, недобросовестно учились, не представляют себе ни системы, ни гемары, ни каббалистические системы, мало вообще что представляют, они берутся, занимаются такими вещами и советуют людям, скажем, что им делать, и утверждают, что они что-то видят. 99% таких случаев плюс, 99% плюс, это шарлатанство, просто чистые воды шарлатанства. Разговоры об этом, это запудрение или затуманивание мозгов. Наш дело простое, мы должны постигать Тору, мы должны приводить в порядок свой мозг и уж, естественно, свое сердце и свои дела. Это наша задача. А обращаться к кому-то, а что мне делать, от какой я буквы происхожу, это, мне кажется, это просто не уважать самого себя. Кударав, я прошу прощения, вы, кажется, меня с кем-то путаете. Я такими вещами... Я отвечаю на вас вопрос, я понимаю, что вы говорите, я не относительно к вам, и вот Агра, он на Ишаягу, на шестую главу, он пишет, что раньше человек мог прийти к пророку, и он ему мог указать, к какой букве Тори он относится и подсказать ему, что делать в жизни. Это пророк. Ни о каких других людях Агра не говорит. И я специально, я без всякого обвинения в вашу сторону, не дай бог упасть, я просто хочу остановиться на этом. Значит, мистификация иудаизма без понимания его основ это очень распространенное явление, и как бы... Не знаю, каждый волен делать, что он хочет. Я просто высказал свое мнение, честное слово. Нужно сначала знать источники, нужно понимать источники, нужно понимать книгу Зоу, потом браться, предсказывать кому-то по лгу, и тем более такие вещи, как дата смерти. Это вообще просто, понимаете. И просто мне кажется, что такие вещи надо игнорировать. Есть хорошие люди, которые находятся, крутятся в этом каваллистическом водовороте. Хорошие люди. И можно с ними общаться, разговаривать и так далее. Но надо как-то себя немножко уважать и никогда не поддаваться на такие вещи. Не ходить, никому не спрашивать и так далее. Нужно еще вопрос? Еще можно вопрос? Что ты считаешь? Если можно, да. Да, пожалуйста, Николай. Поскольку вы упомянули разные источники, Гевара и так далее, я просто по позднему времени совершенно могу вспомнить, но не очень давно мы так вернулись, или в каком-то трактате было про вот эту историю историю, где пишут буквы, где ангел пишет букву так. И там какие-то, я просто не могу вспомнить. Она подробно разбирается, мы обязательно к Киев вернемся. Это в трактате Сенгедрине. В Перекхедрине, да? А мне казалось, что вы недавно учили. Это в Перекхелике, я не помню другое место, может быть, это еще есть. Я посмотрю, там было какое-то предполе, я просто сейчас не могу слушать. Буква там есть, агода о том, что буква там была и белая, и красная, и белая это осеннее, красная это обвинение и так далее. Во-первых, это как-то там обыграется, туда и обратно тоже. Это менее, мне кажется, это менее важно. Мы сначала попробуем понять с вами основной смысл того, что здесь происходит, а потом можем во все эти подробности опуститься. Равзеев, большое спасибо, Нехама, вам тоже очень интересный комментарий для меня. Нет, я не могу вспомнить, что там было, я посмотрю потом, просто сейчас в такое время я не соображаю. Мне актуально было то, что вы это подняли. Равзеев, я знала, что вы будете меня ругать, но вот честное слово, знала за такой вопрос, я получу ответ. Так что большое вам спасибо, вы как мой восприятие очень даже... Не нужно спасибо, и у меня естественно, как вы понимаете, ну нет ничего против вас лично и не может быть. Нет, что вы, что вы, вы же знаете и моё отношение к подобным вещам, что я далеко не легковерный человек, слава Богу. Можно вопрос ещё, хорошо? Да, пожалуйста. Равзеев, скажите, пожалуйста, я правильно понял, что Творец назначил именно Гавриэля главным, а все остальные ангелы были исполнителями. То есть, как бы ангел Михаэль не фигурирует, но он тоже участвовал во всём этом, правильно? Не думаю, не думаю. То есть, просто отстранился, и всё? Не думаю, да, то есть, все эти... Это хороший вопрос. Я никогда не думал, кто конкретно могут быть эти ангелы, поскольку это ангелы-разрушители. Мне как-то представлялось, что они связаны с четырьмя сторонами света и вверх и вниз. Не просто мне представлялось на основе того, что удалось прочитать там, скажем, но кто они конкретно, я никогда не думал. Гавриэль, как мы видим, здесь он седьмой ангел. Ну да. Он, наверное, как бы более высокого уровня, он главный, и так и должно быть, потому что тех, кого он отмечает, они, по идее, не должны тронуться. Получилось так, что они истребили всех по приказу Всевышнего. Но это временно он исполнял это задание, правильно? Он временно исполнял это задание. Это не то, что постоянно. Он не исполнял это задание. Насчет именно имен этих ангелов, это вопрос совершенно верный, но мне совершенно, я сейчас не могу представить, как это может укладываться в обычную систему. Михаэль, Гавриэль, Распоэль, Гавриэль, мне не представляется, чтобы они могли быть ангелами-разрушителями. Я подумаю. Просто я не задумывался. У меня было, естественно, шесть ангелов, связанные шестью концами света, но вопрос правильный. Может быть, у них действительно есть какое-то личностное воплощение. Спасибо большое за уроки. Вам спасибо за внимание. Я еще раз хочу напомнить, что с моей точки зрения все уроки посвящаются Любе от Михаэль из семьи Гинсбурга, Гинсбурга Мишков, Лейзерсон у нас множество и имен. И только благодаря ей мне удалось, если удалось, как-то упорядочить все эти знания в голове, потому что комментаторы все по-разному подходят и вычленить как бы главную картину и представить себе очень трудно это наша совместная работа. Спасибо большое-большое. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо.